Всем привет! Миша, Миша! Всем привет! Сегодня в гостях Лера. Это я. И мы снимаем Белонебова «Конные пирсы». Здесь вы мне задавали вопросы. Да, несколько человек задавал мне вопросы. Черт-десять, наверное. Вот. И какие-то вопросы я взяла из других канаблогов. Чтоб было побольше и повеселее. Потому что мне не хватило того, чтобы вы даже... Ну, уж извините. Итак, первый вопрос от Юлии Маяковской. Так, было ли такое, что вам не очень нравилось лошадь, на которую вы ездите? А у меня было. Это было на моей прошлой ханюшине, где я знала в Сарайске. А Бланка была Мэри. Запомнила я ее надолго. Мне приходило только бы не Мэри, только бы не Мэри или нет. Мне давали ее. А не нравилась она мне потому, что... Что? То, что она носилась на гопе, я никогда не могла ее остановить. Мне за это очень сильно рано меня. Вот. Да. Ну, мне на этом я не в таком участии не знала. Нет, мне очень нравится эта лошадь. Но потом я ее полюбила. Не знаю, зачем. Ну, в общем, так. Дальше. Следующий вопрос от Камика Мацлоган. Надеюсь, что правильно прочитала. Пробовала кормные вкусняшки овес. Ес. Овес. Ну, сахар, я думаю, все пробовали. Сахар... Ну, а я пробовала вкусняшки. Нет. Нет, стеренка. Чур. Трава она есть. Дальше. Следующий вопрос от Арины Гринберг. Было ли такое, что вы падали с козла? Ну, нет. Не было. Дальше. Чего? Ладно, не сказала. Наталья Санникова. Было ли такое, что тебя кусал конь? Было. Я кусал гугенот за локоть. Пони за это... За икры. Господи, она такая сволочка. Он меня кусал или меня от той конюшки? Ну, за пальцы, это естественно, когда даешь локлик. Это... Это понятно, да? И... Был у нас там такой конь, скиф. Был модой. Мерен. Такое... Таракады, короче, на более, в голове. В общем, мы как-то с сестрой остались на санкетах, конечно. Вот. Там сестра подметала, мне не давала, что делать. В общем, я стояла в какой-то спокойной у меня в дневниках. И тут, блин, такой по плечу, на эту башку, этот скиф. И упусти... Ударила вообще капец какой-то. Вот. Это два раза в день был. Нормально. Два раза у меня такая процедура. Да, блин, по плечу. Так, дальше. Вопрос от Анастасии Рускоевой. Ломала ли ты что-нибудь после падения? Бывало, что обижалась на лошадь. Обижалась он. Я обижалась на персика, потому что он мне выдирал повод. Блин, ну... Невозможно. Ты натягиваешь, он выдирает. Или когда он постоянно бежал. Просто бежал. Ты тормозишь, он бежит. Ему просто пофиг. А я международно убежала. Как раз на ту самую Мэри. После соревнований, когда она меня капец как-то понеслась. Вообще... Четвертое препятствие, прыгаем, и все. Я из тремя навлетаю, и она несется. И просто один крупный, просто не пробежали так. В итоге я решила все, прыгаем дальше. Пятое препятствие зашли, и так мы в такой уже карьере... Проехали еще три. Там сколько? Там семь или шесть препятствий было. Все. Я в моей компьютерной с одного года. Туда ее лучше, чем меня глядят. Вот. Дальше вопрос от Дарьи Торисы. Была ли у тебя лошадь, которую ты боялась или не любила? Блин, это было как раз в деревне, я боялась. Ну, как боялась? Такая заблана. Нет, не подходи. Это была липа и шибка. Шибка я боялась, потому что я сейчас вылечу просто, так как она опускала голову на большом уголоке, на каком уголоке она это не делала, даже на карьере это делала. Просто опускает, так как там очень короткий повод, он просто нереально короткий. Он просто на гриле лежал, вот, чуть ли не до середины. Она опускала голову, лежала и ела траву. Естественно, у меня повода в руках нету, я вот так еду. С обученными руками. Я говорю, как? А липа боялась, так как она ревняется, постоянно ревняла. Она пыталась меня ревнуть, потом вот столько и хватило. Я боялась трех лошадей. Вот, в самом деле, потому что она ужасные силы, если я боялась, что она меня разнесет, я просто спалюсь, что я не заблоку не улечу. Дальше я боялась прелесть. Да, прелесть. Прелесть. Вот, а потому что она кусалась, потому что меня на себя за спину укусила. Я просто проходила под шеей, такая, и хвостом била мне по лицу, когда я ее чистила, то вообще... Я вспомнила, еще я боялась персика. Потому что, когда ему чистишь в пузо, он постоянно брыкается ногами. Он постоянно мне давил ноги. И кусали меня за ляжки, это, как они, поли. Господи, у меня на него эти поли. А, кстати, еще Мэри, она игралась. Один раз моя сестра варила ее из дельника, а она прям вот так вот мне чуть ли не по ей под очки, я меня так испугалась тогда. А, еще когда к мне подходишь к дельнику, пытаясь что-то погладить, а ты как? Просто из дельника тебя. И последняя ложь, которой я боялась, это фикус. Фикус? Да, фикус. Как я могу назвать? Первый раз я на нее села, он был с таким бредным. Ну, я боситься у себя постоянно здесь хорошо. Но когда я вышла из конюшни садиться, ну, еще дома, мой класс. Он, у меня, короче, я села, он у меня начал в сторону-в сторону вот так вот носить. Я, блин, капец какой-то. Вообще. Ну, потом все было нормально. Ну, в общем, потом все нормально было. Поехали дальше. Так, дальше, следующий вопрос. Дальше, Монатко. Были ли случаи кражи твоих вещей на конюшни? Падала ли споня? Кражей вещей... Так, не было. Не было у нас приличной любви в конюшни. Или... А, было! Почему не было? Хлыст? Скажи мне мне. Какой? Нашей? Нет, мне нет. Я постоянно на конюшни что-либо оставляю. Перчатки, хлыст. Это что я забыла? Я все на своем месте решала. Так как? Не, я оставляю. Если оставляю, то у нас все не сомневается. Но, блин, один раз прихожу, но у меня хлыста просто нет. Так и через полгода я его нашла. Это, наверное, хлястик. Он грязный. Еще как-то... Так. Падала ли споня? Да. Ну, как падала? Это пони... Не пони на вина. Это вина... Я проверяла седло, которое было сделано своими руками. Своими руками? Да. Просто сшили там из какой-то, не знаю, вещей шерсти. И что-то там еще было сшитое. Ну да, из другого седла. Вот. Оно просто взяло такое и съехало вместе со мной. Под пони, я говорю. Найс. Просто очень классно. И у меня была попытка упасть в пони, когда мы на прошлый конюшень тайком от хозяева. Нет. Просто сели на недом узкие, просто поехали. Потому что пони... Это вообще не тренировалось. Вообще, для детей, как-то, для детей, они не катали. Вот. В общем, мы поехали. И я... Оп, 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 оп. Нет, стоять. Оп, оп, оп. В общем, две девочки были со мной, они обе упали, а я нет. Я держалась. Да. Хорошо. А, я аж забиралась на пони. Да, я почти с пони падала. Да. Я забиралась, когда на пони, я не смогла на нее добраться. Захнула. Вопрос от Даши Кузнецова. Было ли, что опаздывали соревнования? Была. Я всегда, как раз, заранее, в кадрочку даже никто не пришел. Может, и было, но я опаздываю к тому времени, когда надо было там... Который, в кризисе, короче, бывает. Может быть, такое было. Если, допустим, я... Ну, я опаздывала... Нет, даже не опаздывала, я не успевала разминаться. То есть, все уже там разминают, все уже прыгают, а я только подтягиваю под прыгом. Потому что... Такого что-то на старте не было. Потому что я... Нет, на старте тоже не опаздываю. Потому что я сажусь, и седло просто съезжает. Я такая, ну да, ну класс. Я кое-как залезла, как кое-как в обратное свое положение вернула и зашла подтягивать. Пока я подтягивалась, я уже прыгну. Так, дальше. Образоват Викторию Прохорова. Частливо тебе приходилось расстаться с своей нелюбимой... Любимой, не очень. Да. Не-да. У меня пока не было таких ушей, с которыми мне приходилось расставаться. И Прошуку. Я увидела, что они там не нравились, но, блин, они не слишком хорошие. Он в первом моем Конон Кубе, я не знала. Там был Антей, Майка моя любимая. Но мне не жалко было уходить, потому что я хотела еще большего. И, как бы, когда на Фикусе... Я на Фикусе 2 года не знала. Мне так было обидно, что мне его не дают. Он прям вдоль скучала. Он такой, Фикусе, почему? Ну, хозяйка просто не давала. Ну, как его... Да. Ладно, дальше. Вопрос от Валерии Ивановой. Или Ивановины. Извините, я не знаю. Было ли такое, что у тебя ничего не получалось, и ты думала бросить комнату в порт? Да? Один раз. Не, у меня не было. Даже если я ничего... У меня практически... У меня мало что получается. То ли я там ногу не так поставлю, то у меня постоянно полный толкается, то еще что... то у меня постоянно что-то в енге, ну, прекратите, то нет. Нет, у меня было такое, когда была в Апензарайске. У меня тренер просто даже банально 2 года не надо запомнить мое имя. Я такой, блин, вы че? Вы понимаете, я у нас 2 года занимаюсь, вы даже имени моего не знаете. Такое отношение, конечно, ко мне. Другие хорошо. Мой сестру тренировали, как надо. А меня нет. Просто мне было настолько обидно, что я просто хотела завязать с этим. Все, больше ничего. Ну, нет, все хорошо. Дальше. Вопрос от Екатерины Геворковой. Наверное, правда. Извиняюсь, что слепает. Так, правильно ставлю вопрос. Было ли такое, что вы выезжали на соревнования? Естественно. На соревнования? Три раза. Как я уже сказала в самом начале, некоторые вопросы я буду брать из других коноблогов. Но, так как видео получилось уже огромным, на 13, наверное, минут, я решила, что основную часть я не буду вставлять, потому что, ну, к чему это? Вам будет долго смотреть, недолго монтировать. Да и, собственно, вопросы получились. Нормальное каверис, больше, думаю, не надо. Так что, всем спасибо огромное за просмотр. Если вы хотите, чтобы Лера опять пришла ко мне, и чтобы мы сняли еще одно такое видео, ставьте лайки, пишите комментарии, какое видео вы хотите в следующий раз, и мы обязательно снимем. Я надеюсь, оно выйдет вовремя, потому что это видео мы снимали еще летом. Но, так как Даша очень «быстрая», в кавычках, я дошла до его монтирования только на весенних каникулах. В следующий раз я очень постараюсь сделать это быстрее, так что, эх, ну, как говорится, было бы желание. Ну ладно, всем удачи, всем пока, пока, всех целую, всех люблю.